Приветствую друзья на связи Андрей Жариков. Как вы знаете в Соединенных Штатах проходит судебный процесс, на котором в качестве обвиняемого выступает юрист Марк Скотт, которого обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов для компании OneCoin. И на данном судебном процессе в качестве ключевого свидетеля выступает Константин Игнатов, брат Ружи Игнатовой. Я на своем канале публиковал несколько видео с переводами показаний Константина Игнатова, из которых вы можете узнать много интересного, так сказать, много закулисной информации, которую Игнатов предоставил во время дачи показаний. Никто не смотрел эти показания, можете посмотреть в описании к этому видео. Ну, а сейчас мы вернемся к тому, что же происходит по данному судебному процессу. Прежде чем обсуждать последние новости июля, я хотел бы немножко напомнить, что происходило последние месяцы. Например, в марте 2020 года была опубликована следующая статья на сайте BehindMLM, и там была такая информация. На выходных из тюрьмы был выпущен Константин Игнатов, и напротив Марк Скотт вернулся в тюрьму. Я надеялся, что сегодня мы получим какую-то информацию, но пока не получили. По данным Федерального бюро тюремных обысков, Константин Игнатов был освобожден 13 марта. Важно отметить, что это не означает, что власти США выпустили Игнатова на свободу. Игнатову грозит 90 лет тюрьмы, и он пошел на сделку с Министерством юстиции. Его могут включить в программу защиты свидетелей, но неясно, является ли его недавнее освобождение предвестником этого, или Игнатова переводят куда-то еще. Марк Скотт вернулся в тюрьму после нарушения условий залога. InnerCity Press сообщает, что Скотт посещал рестораны и тратил деньги, спрятанные на счетах на Каймановых островах. Пока нет никаких записей в деле Скотта Ван Коэн, касающихся его возвращения в тюрьму. InnerCity Press также предположила, что Игнатов был освобожден после негласного слушания о вынесении приговора. Я не могу подтвердить это в данный момент. А вот уже более свежая информация, опубликованная на прошлой неделе 8 июля. Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на 15 миллиардов долларов. Прокурор предложил суду перенести дело организатора Ван Коэн Константина Игнатова. Ему грозит до 90 лет тюремного срока за мошенничество с биткоином и другими криптовалютами. Сегодня, 8 июля, суд США должен был вынести приговор одному из основателей криптопирамиды Ван Коэн Константину Игнатову, которая по разным оценкам украла от 4 до 15 миллиардов долларов в криптовалюте у своих участников. Однако, прокурор Одри Стросс попросил перенести слушание на 4 месяца, о чем говорится в опубликованном документе. Уточняется, что подсудимый оказывает помощь стороне обвинения, и это сотрудничество еще не завершено. Суд, видимо, одобрил перенос. Слушание по делу Игнатова должно состояться сегодня вечером. Но сейчас на это время назначен другой процесс. Об этом сообщил журналист Мэтью Рассел Ли в своем твиттер-эккаунте. Игнатов был арестован властями США в Нью-Йорке весной прошлого года. Позже сооснователь признался в отмывании денег через криптовалюту. Однако, он отрицает свою вину в причастности к Ван Коэн, так как не знал, что организация являлась пирамидой. Игнатову грозит до 90 лет лишения свободы. Ван Коэн была основана в 2014 году и считается самой крупной финансовой пирамидой в истории криптовалют. Главным организатором компании является криптокоролева Ружи Игнатова, сестра подсудимого. В октябре 2017 года она не явилась на собрании участников Ван Коэн, с тех пор ее местоположение неизвестно. Опубликовано вот это обращение к судье Рамосу на английском языке. И вот перевод данного документа. Уважаемый судья Рамос, в настоящее время по вышеупомянутому делу установлена контрольная дата вынесения приговора 8 июля 2020 года в 10.00. Поскольку сотрудничество с подсудимым еще не завершено, правительство со всем уважением просит, чтобы дата вынесения приговора была отложена примерно на 4 месяца. Защита согласна с данным предложением. С уважением, Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов. Судя по информации, опубликованной на сайте Федерального бюро Тюрем США, Константин Игнатов, как мы видим здесь, написано «Released on 13 марта». То есть 13 марта 2020 года Константин действительно был выпущен, но это вовсе не означает, что он полностью свободен и может ехать куда хочет. Поскольку он является ключевым свидетелем в данном процессе, скорее всего у него есть определенные ограничения. А процесс, как мы уже слышали, перенесен еще на 4 месяца. Ну, собственно, через 4 месяца узнаем продолжение этой истории. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.